Губернатору показали презентацию образовательного учреждения в Кубанской столице. Новый учебный центр расположится на 12 гектарах. Помимо главного корпуса, в проекте предусмотрено создание спортивного ядра и интерната на 600 мест, где смогут проживать дети со всего края. В школе будут действовать современные лаборатории для естественных наук, а также бассейн. Попасть в этот учебный комплекс смогут ребята после 4 класса, которые сдадут специальные экзамены. Всего школа для одаренных детей в Краснодаре рассчитана на 1100 мест. К строительству приступят уже в следующем году. У нас нет возможности сегодня экспериментировать с подрядчиками. Нам нужны те подрядчики, которые имеют опыт строительства подобных школ. Высокопрофессиональные подрядчики. Чтобы на самом деле, как я уже сказал, не только по начинке, которую мы создадим, но и по внешним всем параметрам, это были образовательные учреждения. Я уверен, что у нас получится. Мы готовы максимально вам помочь в реализации нашего совместного проекта. Но то, что такие школы должны появиться и в Сочи, и в Краснодаре, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Дети – это будущее. Я уверен, что школа в Краснодаре и в Сочи – это будет такая станция, селекционная станция талантов. И уверен, что из этих талантов и будет создаваться успех, и экономический успех, и в целом развитие Краснодарского края, а может быть и всей страны. Знаете, Кубань становится некой столицей образования, законодательницы МОД. Потому что аналогов таких школ, а-ля среднего образования, я не беру высшее, да, высшее, понятно, остается все-таки Москва, Санкт-Петербургом, но столицей среднего образования именно селекционного отбора по крупицам, по зернышкам, да, вот будут собираться эти умники и умницы, но такого реально сегодня нет. И навряд ли кто-то уже из других регионов сможет догнать. Образовательный центр для одаренных детей появится и в Сочи. Его строительство планируют закончить уже в сентябре следующего года.